Надо немножко времени, когда мир начнет голодать, а не пойму, что без удобрений урожая не бывает. Так сказал Александр Лукашенко еще в апреле прошлого года, после того, как Евросоюз и США ввели санкции против белорусских калийных удобрений за репрессии против гражданского общества и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. Время идет и кажется, что слова Лукашенко могут стать пророческими. Ведь в начале марта этого года профильный комитет ООН порекомендовал Литве пересмотреть санкционную политику в отношении белорусских калийных удобрений. Литва, напомню, не только ввела санкции ЕС, но еще и расторгла контракт на их перевозку по своей территории. Ну что заставило этот комитет высказать такую позицию? Мир начнет голодать. Этот комитет счел, что запрет на экспорт калий из Беларуси может подорвать пищевую безопасность в странах Африки и Латинской Америки. Любому снятию санкций категорически сопротивляется Литва. Было решено не одобрять никакие компромиссы, которые смягчили бы введенные в отношении Беларуси санкции и сделали бы исключение для поставок белорусских удобрений. Но давление не прекращается. Далее аж сам глава ООН Антонио Гутерриш заявил лидерам ЕС Брюсселя, что необходимо остановить голод в мире, а для этого, среди прочего, обеспечить доставку российских и белорусских удобрений в развивающиеся страны. И теперь уже влиятельные круги в ЕС лоббируют за то, чтобы снять санкции против Беларуськаля. Мол, накормить детей в Африке это важнее, чем наказать Лукашенко. Действительно ли так стоит вопрос, что убирать приходится между здоровьем детей в других частях мира или защитой прав человека в Беларуси? Чтобы дать вам полную и объективную, насколько это возможно, картину, мы разобрались в том, какие европейские структуры продвигают решения структур ООН в пользу официального Минска, а также, что действительно происходит на мировом рынке продовольствия и калия, как на него подействовали санкции против Беларуси, спойлер, действительно подействовали, а также, что происходит с экспортом белорусского калия сейчас и как это все повлияет на экономику Беларуси и, соответственно, кошельки ее граждан. Всем привет, я Станислав Ивашклевич, начинаем. Итак, первый вопрос. Какие лица или группы продвигают решения в структурах ООН в интересах Беларусь калия? Мы обратили внимание, что первым, кто сообщил о рекомендации Комитета ООН пересмотреть санкции против Беларуси, был некий литовец Станиславас Томас. А спустя чуть более суток он написал прямо так у себя и в Фейсбуке, что это его работа. Но важно не останавливаться, и теперь Беларуси нужно подать иск на Литву о возмещении ущерба. Но, может быть, он врет? Смотрим дальше. О том, что Томас говорит правду, свидетельствует и то, что в тот день он находился в здании, где заседал этот самый комитет. Ну что, я нахожусь, значит, в ООН, в Дворце Вильсона, в Женеве. Сегодня у нас, значит, проходило заседание, устное заседание Комитета по экономическим, социальным и культурным правам. Именно оттуда он давал интервью каналу Соловьев Live. Вот на заднем фоне мы видим характерные округлые окна Дворца Вильсона, и мы можем убедиться в этом с помощью геолокации. Вот Дворец Вильсона и вот эти окна. Но кто этот человек и как он попал на заседание ООН? Сам себя он называет литовским адвокатом и правозащитником, а также профессором Сорбоны. Однако, как выяснило Еврорадио, сам этот Парижский университет отвергает, что Томас его профессор. Томас писал там докторскую диссертацию, но после к Сорбоне никакого отношения не имел. Не является Станислав Томас и литовским адвокатом, и никогда им не был. Тут он врет опять. Он был помощником адвоката, но лишился этого статуса за грубые этические нарушения. Более того, есть специальное решение Европейского суда по правам человека 2016 года, где говорится, что Томас не является адвокатом, и ему навсегда запрещено представлять тем или иным образом интересы заявителей в делах, которые находятся на рассмотрении Европейского суда по правам человека. Про Станислава со Томаса много еще подобной информации, но мы приведем еще лишь несколько фактов. В 2019 году мой литовский тезка оказался в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве. Он предложил литовским пенсионерам скинуться по 50 евро на его услуги, чтобы подать коллективный иск в Европейский суд по правам человека на то, что у них маленькие пенсии. Но, как мы уже знаем, у Томаса не было статуса адвоката, и он не имел права никого представлять в ЕСПЧ. Ну и во время мигрантского кризиса на белорусско-литовской границе Станислава с Томасом активно предлагал нелегальным мигрантам свои услуги по легализации в Литве и стал частым гостем на белорусском государственном телевидении. Вот смотрите, есть уже решение Европейского суда по правам человека в отношении пяти афганцев о том, что у них есть право остаться в Литве. В декабре 2021 года он попросил политического убежища в Беларуси. Но как человек с такой сомнительной репутацией оказался на заседаниях в ООН? Судя по всему, на заседаниях Томас присутствовал как юрист и как представитель гражданского общества. В заседаниях комитета могут участвовать общественные организации, которые подали альтернативные доклады о положении в стране. И как минимум две организации, представившие альтернативные доклады для этого комитета, связаны с Томасом. Это, во-первых, Эгликс из Монако и Холокост Виктимс Фоундэйшн, зарегистрированная на Нормандских островах. Все это европейские территории, но на самом деле они офшорные и частью Евросоюза не являются. Мы знаем, что эти организации связаны с Томасом, потому что по первой Эгликс есть более раннее обращение от нее в ООН с подписью Томаса, а вторая организация связана с первой. Вот документ доказательства. В самих докладах этих организаций тема санкции против белорусского калия не затрагивается. Однако в телеграмме Томаса 23 февраля появилась запись, что Комитет по экономическим правам ООН принял к рассмотрению его жалобу на эту тему. Мы отправили запрос в этот Комитет ООН, чтобы подтвердить наши выводы, но на момент публикации нам пока не ответили. Итак, что мы знаем? Заявления по белорусскому калию, судя по всему, продавили европейские организации, связанные с литовским адвокатом обвиненного в мошенничестве, который просил политического убежища у Лукашенко. Но в Комитете ООН ведь тоже сидят люди с головой на плечах. Какая разница, кто их там продавливает? Раз приняли заявление, что санкции против белорусского калия привели к нехватке удобрений и отрицательно сказались на продовольственной безопасности в этих странах, то, может быть, так оно и есть. Давайте разбираться. Сначала смотрим, есть ли в мире действительно дефицит продовольствия. Последние данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН гласят, что производство зерновых в мире в 2022-2023 годах превысили потребление 5 миллионов тонн. Для сравнения, в 2018-19 годах на рынке зерновых был дефицит в размере, причем не 5 миллионов тонн, как теперь профицит, а 40 миллионов тонн зерна дефицита. И тогда никаких санкций против белорусского калия не было. То есть установили, дефицита зерна сейчас в мире нет. Теперь смотрим на калий. Его в 2022 году было на рынке вообще в полтора раза больше, чем его потребляли. Поставлено 60 миллионов тонн, а потребили меньше 40 миллионов. Ну и, наконец, в беднейшие страны мира Беларусь калий свою продукцию практически не поставлял. Белорусские СМИ со ссылкой на данные Белстата сообщали, что в 2020 году Беларусь экспортировала почти на 2,5 миллиарда долларов калия, а в страны Африки из этого пошло лишь на 123 миллиона. Меньше 5%. Причем большая часть этого калия шла в Марокко, Египет и Южноафриканскую республику. А это далеко не самые бедные страны африканского континента. В Латинскую Америку Беларусь поставляла калий преимущественно в Бразилию. Она была основным покупателем белорусских удобрений. Эта страна запрета на поставки калия из Беларуси не вводила, но из-за американских и европейских санкций доставлять туда удобрения стало значительно сложнее. В результате доля Беларуси на рынке калия Бразилии снизилась с 18 до 9%. Но ее продукцию заместили удобрения из других стран. Это признает и посол Беларуси в Бразилии. По его словам, доля калия из США и Канады на бразильском рынке выросла настолько, насколько упала доля белорусов. В Индии нехватку белорусского калия тоже заместили, а в Китае покупают с 50% скидкой, утверждает издание «Коммерсанты». Таким образом, дефицита калийных удобрений на мировом рынке нет. Предложение превышает спрос, как видим. Потребление снизилось незначительно, а попавший под санкции белорусский калий был замещен удобрениями из других стран. Другое дело, что в прошлом году рекордно подскочили цены на удобрения и, соответственно, на зерно. Калий в период с мая 2021 года по мая 2022 подорожал в три раза, до 1170 долларов за тонну. Зерно в мае 2022 стоило 522 доллара за тонну, а годом раньше почти вдвое дешевле. Казалось бы, вот тебе и кризис. Какая разница, что удобрения на продажу есть, если их цена для беднейших стран недоступна. Но на самом деле это не совсем так. Если предложение зерна и удобрений в избытке, а беднейшим странам просто не хватает денег, чтобы их купить, на обеспечение своих минимальных потребностей, то для этого есть программа Всемирного банка, Международного валютного фонда и других частных и международных некоммерческих организаций, которые как раз и финансируют необходимые закупки для того, чтобы есть. Но резкий запредельный скачок цен – это, конечно же, все равно риск для бедных стран. Не ко всем международная помощь поспеет в нужное время. И даже если Беларусь туда особо не поставляла продукции, законы рынка таковы, что если ее не хватает в одном месте, цены вырастут для всех. Поэтому сейчас давайте разберемся, почему на самом деле произошел этот скачок цен и где тут реальная роль санкции против Александра Лукашенко. Итак, из-за чего подскочили мировые цены? В первую очередь на эмоциях. Об этом пишет Международный исследовательский институт продовольственной политики. Но паника не была бы и близко такой глубокой, если бы на этих панических настроениях не сыграла Россия. 10 марта 2022 года министр промышленности Денис Монтуров на совещании у Владимира Путина заявил, что Россия сама ограничит экспорт своих удобрений. Связано это в первую очередь не с тем, что мы хотим кому-то создать проблемы, а с тем, что нам создали проблемы, связанные с логистикой. Корабли не грузят европейских перевозчиков в нашу продукцию. Мы проверили, у российских производителей действительно были проблемы с экспортом калия. Потому что многие из них, например, Уралкалия или Еврохим, пользовались морскими терминалами в странах Балтии. Когда Евросоюз ввел против России санкции за нападение на Украину, отгрузки через европейские порты были заблокированы. Но, опасаясь как раз проблем с ценой удобрений для бедных стран, Соединенные Штаты и Евросоюз вывели российский калий из-под санкции, так как он был отнесен к товарам первой необходимости. Белорусские оставили. В результате российским кораблям с сухогрузом с калием разрешили заходить в европейские порты. Сама ограничения на экспорт своих удобрений Россия тоже так и не ввела. Правда, российские производители почти вдвое сократили добычу калия. До 2013 года это была стандартная практика, они это периодически делали, вероятно, чтобы держать цены высокими. Похоже, так было и в этот раз. Как сообщает газета Financial Times, по итогам прошлого года экспорт калия из России упал всего на 10%, а доходы от него из-за роста цен благодаря всем этим манипуляциям выросли на 70%. Экспортировали меньше на 10%, денег получили больше на 70%. В общем, получается, что скачок цен в прошлом году был эмоциональный при немалой помощи Кремля, который своими так называемыми вербальными интервенциями напугал рынок до максимально высоких цен. В результате россияне обманули сами себя. Ведь рекордные цены на удобрения разморозили несколько проектов новых месторождений, чей ввод тормозился раньше из-за низких цен и, соответственно, недостаточной прогнозируемой рентабельности. Так, например, международный гигант BHP Group планирует ускорить строительство своего калийного рудника Jensen в Канаде. По плану, уже в 2026 году он будет производить почти столько же калия, сколько Беларусь экспортировала в Европу, Северную и Латинскую Америку. Вместе взятые. Также о планах скорее нарастить производство объявила американская Mosaic, канадская Neutrien и немецкая K Plus S Group. Они планируют вывести на рынок еще свыше 10 миллион тонн калия в ближайшие 2-3 года. Этих объемов будет достаточно, чтобы полностью заместить весь экспорт удобрений из Беларуси, ну или из России. А еще в этом году канадская компания Millennial Potash приобрела африканский калийный проект Banyo в Габоне. Там вообще более полутора миллиарда тонн залежей. Это столько, сколько Беларусь калий добыл за всю свою историю. Это одно из крупнейших в мире месторождений. И оттуда, кстати, гораздо ближе доставлять руду в страны южного полушария, чем из Беларуси. Что все это означает для нас? Это значит, что в ближайшие годы цены на калий будут сильно опускаться. Даже если Беларусь больше никогда ни одной тонны калия не экспортирует. И, кстати, цены это уже делают сейчас. В апреле прошлого года калий достигал 1200 долларов за тонну, а сейчас всего лишь 400 долларов с хвостиком. Это уровень 2021 года. Выше, чем до санкции против Беларуси, но он продолжает снижаться. Канада и другие экспортеры уже в прошлом году нарастили добычу калия из имеющихся у них мощностей, даже без новых месторождений. Плюс цена на нефть упала со 120 долларов за баррель год назад до примерно 80 сейчас. И это еще удешевило и транспортировку. Цены на хлористок калий в 2023 году будут почти на 30% ниже прошлогодних, полагает Фитч Рейтингс. А в 2024 снизится до 300 долларов за тонну, а это уже практически как в 2019 году. Таким образом, можно констатировать, что ситуация стабилизировалась, и снятие санкций с белорусских удобрений уже мало на что повлияет. Ну, повлияет только для белорусских властей. Ну и плюс Минск нервничает, потому что даже если он вернется через несколько лет, то уже вернуть старых клиентов будет намного труднее, место будет занято. Правда, немного воспользоваться высокими ценами на калий белорусские власти все-таки успели. Они засекретили статистику по экспорту калийных удобрений, но по данным Института проблем естественных монополий ИПЭМ, с которой ознакомились ведомости, за первый квартал 2023 года через Россию провезли более 2 миллионов тонн белорусского калия транзитом. Есть у них такая статистика. Для сравнения, за весь прошлый год было 3,5 миллиона. А в этом, если все так и пойдет, как сейчас, то будет уже под 9 миллионов транзита через одну только Россию. Это будет уже всего лишь на треть меньше, чем в досанкционные времена. Правда, через Россию возить намного дороже. И, кстати, Владимир Путин вовсе не делает в этом смысле легче жизнь для Александра Лукашенко. Власти Беларуси рассчитывали договориться с российскими железными дорогами о скидках, но в результате те дали им скидку только на нефтепродукты. А калий им по-прежнему приходится возить по полной цене. Ну, так было до начала этого года, и сообщения о том, чтобы что-то изменилось, мы не видели. Ну, а везти калий, например, до услуги в Балтийском море в полтора раза дальше, чем до Клайпиды. До Мурманска почти в 4 раза дальше, чем до Клайпиды. А до Владивостока вообще более чем в 10 раз. Но даже если забыть о очень дорогой логистике, то даже при желании вывести все досанкционные объемы калия через Россию, Минск, скорее всего, не может сейчас из-за нехватки пропускной способности у российских портов. По словам директора по направлению логистика и аналитика ООО «Морстройтехнологии» Александра Головизина, этих мощностей едва хватает на собственный экспорт удобрений для России. Беларусь с 2020 года обсуждает вопрос строительства в России собственного порта. «Мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой порт». Также обсуждалась возможность, чтобы купить и переоборудовать один из уже существующих портов. Но до сих пор эти вопросы находятся все еще на стадии проработки. Министр транспорта и коммуникации Беларуси заявлял, что ряд российских банков уже якобы были готовы кредитовать строительство белорусского порта. Действительно ли это так или он приврал, мы это не знаем. В СМИ ничего об этом не сообщалось. Все, что мы знаем на этот момент, это только что этот порт Бронко в Петербурге, который Минск рассчитывал выкупить уже в этом году, продан вовсе не белорусам, а какой-то московской компанией ООО «НКК Логистик». 10 мая стало известно, что эта сделка была окончательно завершена. По информации петербургского издания «Фонтанка», появилась эта компания всего лишь полтора года назад. Ее сайт не работает, на звонок журналистов издания никто не отозвался. О ее владельцах Алексея Распупове и Наталье Морозовой журналисты «Фонтанки» тоже не нашли ни одного упоминания. Источники знания считают, что вполне вероятно, что через какое-то время «НКК Логистик» перепродаст порт другому собственнику, который по каким-то причинам не мог купить его напрямую сразу. Но пока ничего не указывает на то, что новым покупателем будут белорусские власти. И непонятно, что мешало российскому правительству продавать порт Бронко непосредственно белорусским властям, если бы они это так планировали сделать. Итак, что имеем в результате? Мировой скачок цен на калий и зерно действительно частично был связан с ограничениями на экспорт белорусского калия. Но, во-первых, тут также сыграла роль манипуляции со стороны России на рынке удобрений и зерна, которые разогнали истерику. Во-вторых, этот скачок не вызвал дефицита продовольствия и, что самое главное, длился лишь с марта по август 2022 года. После этого цены начали опускаться и уже опустились практически до прежнего уровня, до вот этой истерики. Произошло это потому, что западные производители ускорили открытие нескольких крупных шахт. Ожидается, что поставки калия из этих месторождений насытят рынок и еще сильнее снизят цены. Поэтому аргументы комитета ООН о том, что из белорусской калии необходимо снять санкции для того, чтобы спасти детей, голодающих в Африке, выглядят спорными. И далеко не факт, что убедят Евросоюз снять ограничения. Тем более, что сейчас, после этого видео и после публикации на нашем сайте Белорусского Российского Центра, станет известно, что эти заявления в ООН лоббировал литовец с сомнительной репутацией, ранее обвиненный в мошенничестве, который попросил политического убежища в Беларуси и регулярно выступает по БТ. Что касается белорусской экономики и наших кошельков, Беларусь пока пользуется высокими ценами на калий. В денежном выражении власти получают практически столько же, сколько и до санкций за счет одного только транзита через Россию. Отсюда, в том числе, и рост ВВП, несмотря на другие санкции и собственные структурные проблемы белорусской экономики. Но это ненадолго. Когда цены снизятся, этот ручеек доходов существенно усохнет. На многие рынки вести калий через Россию может оказаться невыгодным по цене. На этом я заканчиваю сегодня наш аналитический обзор. Напишите в комментариях, что вы об этом всем думаете. И до встречи!